29 мая Конституционный суд страны рассмотрит требования депутатов-либералов отменить законы, регламентирующие статус русского языка как языка межнационального общения. Даже привычные кунионистской и русофобской риторики эксперты, мягко говоря, удивились. А русскоязычные граждане начали бить тревогу и требовать, чтобы вся политическая элита высказалась до заседания суда. Но пока она молчит, вопросов становится все больше. Чего на самом деле пытаются добиться либералы? Почему они взялись за русский язык именно сейчас? Каковы шансы на их успех? Чем это обернется в конечном итоге для страны, провозгласившей приверженность европейским ценностям? Вот вопросы, которые сегодня нуждаются в честных и принципиальных ответах. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! Я с удовольствием представляю моих гостей. Сегодня это эксперты, еще и юристы, насколько я понимаю. Я рассчитываю на то, что вы будете с юридической точки зрения отвечать на мои вопросы. Это Сергей Мишин и Виталий Катанов. Здравствуйте! Добрый вечер! Поддержать позицию одного из участников можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, давайте начнем издалека все-таки. Вот вам нравится то положение, в котором сегодня оказался русский язык в Молдове. Господин Мишин. Абсолютно не нравится. И этому предшествуют последние лет десять проводимые политикой государства, которые всячески пытаются на уровне государственных органов, политических партий, политических заявлений уничтожить данный язык в Республике Молдова. Почему-то наши политики этот язык воспринимают как язык России. Но они забывают, что русский язык это не только принадлежность государству Российской Федерации, а это все-таки является шестым языком ООН, Организации Объединенных Наций. И у нас поисторически так сложилось, что на русском языке говорят очень много населения, как внутри страны, так и за ее пределами. То есть это язык, который действительно является языком межнационального общения. И то, что мы с гагаузами, болгарами, украинцами, молдаваньями можем общаться на этом языке внутри государства, это большой плюс. Но и даже приводя европейские страны на уровне Чехии, Болгарии, Польши, туда приехав, нам тоже легче общаться на русском языке с ними, потому что они нас понимают. Да и в той же Турции это легче. И Китай ввел сегодня обязательно обучение русского языка с первого класса. То есть почему вот эта вот русофобия, которая у нас начиналась еще в 90-е годы, потом определенный период времени он все-таки спал и не было особо значимой приверженницы русофобских высказываний и уничтожения русского языка. Но, к сожалению, с 2009 года, после того, как у нас произошла так называемая революция, погром, да, и пришли определенные к власти партии, они продолжили и еще хуже сделали, ужесточили положение дел с русским языком. То есть вы считаете, что права русскоязычных ущемляются? Не просто ущемляются, это не только я считаю, это, к сожалению, считают и международные эксперты. Об этом говорит парламентская ассамблея ПАСЭ, которая приняла даже вот в январе 2018 года отдельную директиву. Об этом говорила госпожа Ижак, она представитель, спецпредставитель ООН, которая была здесь. Об этом говорит Совет недискриминации, который возглавляет Ян Фильман. Это официальная статистика, то есть это не то, что просто слова, которые вот говорятся и все. Спасибо. Господин Катанов, вы как считаете? Ну я скажу, что это просто слова, потому что я не знаю таких директивов и нигде их не видел. И попрошу коллегу уточнить именно какие директивы. Пожалуйста, по обращению господин Фильман. Ну после того, как я отвечу. Во-первых, во-вторых, знаете, когда, ну риторика это одно, можно говорить о русофобии, о все, все что угодно. Но я всегда предлагаю и приглашаю всех ссылаться на международные нормы, то есть на нормы международного права и на юриспруденцию. Что касается норм международного права, то она, кстати, это не имеет никакого отношения с тема, с заявлением либеральной партии. То есть хочу это уточнить, но международное право и международная практика знают два определения. Это действительно то, что означает государственный язык и права национальных меньшинств. Действительно, определение таких, как языки международного общения, это, знаете, такое очень обширное понятие, и оно не имеет юридического определения, между прочим. Это чтобы знали все юристы. То есть тогда Конституционный суд вполне может взять и этот киск не рассматривать. Я не обязательно, что Конституционный суд, потому что... Ну как же, если вы говорите не юридическая категория. Да, это не юридическая категория, но я не ручаюсь, что Конституционный суд удовлетворит требования либеральной партии. Я не могу сказать, какое будет решение. Я не хочу сейчас давать предположения, потому что там совсем другие принципы для того, чтобы такое заявление было принято. Посмотрим. Будем уже по факту обсуждать. Не-не-не, мы потом к суду. Если можно, вы считаете, вопрос был в том, что не ущемляется. Я считаю, что у нас наоборот. Не то, что не ущемляется. Я думаю, что у нас, извините, у нас еще плохо со знанием государственного языка у нас. У нас меньшинства не знают государственного языка. Не забывали вопрос, почему. Но это другое дело. Нет, это не другое, это первое дело. Но как факт, говорить о том, что ущемляется права русскоговорящих людей, ну это просто бред. Нету такого. Повторяю, международного... Секунду, а можно у меня там несколько юридических вопросов? По этому поводу не было. Второе. Я знаю такое. Вы знаете, у нас народ очень грамотный. Чуть что, и тем более говорю как адвокат, чуть что, сразу обращаются люди в суд. Вот скажите мне хотя бы одно решение суда, хотя бы не то, что решение, хотя бы обращение по такому поводу, когда какому-то человеку было ущемлено право в качестве русскоговорящего. Я могу привести противоположный пример. Нет, я вам много примеров. Предоставление переводчика согласно 24-й статье Гражданского процессуального кодекса и 16-й статье... Секунду, вы спросили, какие вопросы. Господин Ян Фельдман, который возглавляет совет по недискриминации, официально дал статистику, что 33% обращений к нему идет из-за дискриминации в судебных органах в области приема исковых заявлений. Вы знаете, то, что кто-то обращается... Секунду, я вам отвечаю. Дальше. У нас Гражданско-процессуальный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, две статьи предусматривают переход на язык, приемлемый для большинства. У нас предусматривает перевод документов на русский язык или язык, приемлемый для стороны, если он не владеет государственным языком. У нас это не происходит. Нет, ну не надо вводить людей в заблуждение. Я могу сказать, даже наоборот, я получал на русском языке решение и просил после этого перевода на государственный язык. 24-я статья, часть 3 Гражданско-процессуального кодекса говорит, что документы должны быть предоставлены, в переводе ведется сам процесс на государственном языке, но документы должны быть предоставлены на русском языке в стороне. При переводе, что делают наши суды? Наши суды отправляют людей переводить, это гласит закон. И возьмите, прочитайте его. Это гласит закон. И этот закон гласит с 2002 года. И у нас суды, что делают? Отправляют людей переводить за свой счет, хотя это предусмотрено в статье. И это гласит закон. Я вам конкретно привожу и статью, и часть. Хорошо. Скажите хотя бы пару случаев, и тогда... Случаи есть, господин Катана. Вот обращение, я знаю, что многие манипулируют этими. Они пишут обращение. Одно дело обращение, а другое дело удовлетворение. Вот пусть господин, как его, Фельдман или как его зовут, пусть скажет, что он ответил на эти запросы. А я вам скажу, что он ответил. Когда к нему обратились на то, что Министерство юстиции не хочет дублировать, согласно молдавского законодательства, информацию на русском языке, он от своего совета подал на них в суд. И выиграл этот суд. И обязал Министерство юстиции дублировать... Нет, я думаю, это обсуждалось, я не знаю такого решения. Но тогда вы посмотрите. Я думаю, оно и не существует. Вы знаете, сейчас, да, я понимаю, каждый из вас остался при своем мнении. Вы такие случаи знаете, вы таких не знаете. А я скажу вам так, что очень часто депутаты прямо на заседании возмущаются чем? Что они как раз хотят законопроекты получить на русском языке. И имя законопроекты не предоставляют. Это есть закон, их обязывает знать, кстати, государственные языки. В каком законе это указано? Скажите мне, пожалуйста. Любой человек, который занимает должность в этом государстве, согласно закону, потому что если я обращаю... То есть если депутат просит перевод законопроекта, ему могут не давать? Насколько я знаю, вот таких проблем не было. А, вот здесь ключевое слово, насколько вы знаете. Хорошо. Какой закон указывает о том, что депутат или государственный чиновник обязывает... Закон о функционировании языков обязывает функционеров знать государственный язык, конечно. Если я обращаюсь... Кстати, это нарушение, потому что это логично. Если я обращаюсь, как гражданин Республики Молдова, требую текст на государственный... Или услугу на государственном языке, и мне отвечают... Хорошо, и мы сейчас... Отказываются, потому что... Кстати, я сам прошел через это. А если я обращаюсь на русском, и мне никто не отвечает на русском, отвечает на государственном языке? Я таких случаев не знаю. Как? Зайдите в премьерию, зайдите в правительство. Давайте мы просто начнем. Секундочку, секундочку. Я прошу прощения. Это не манипуляция. Я прошу прощения. Давайте мы вспомним, что есть заседания парламента, на которых этот вопрос возникает. И спикер лично в этом участвует. Но я сейчас не об этом. Вот смотрите. Либералы хотят убрать этот статус. Статус языка межнационального общения. А вот на сегодняшний день вот этот статус, несмотря на то, что это категория не юридическая, почему-то считает Госпин Катан, но, очевидно, он какие-то дает, я не знаю, обязанности и обязательства. Вот какие обязательства государству дает статус языка межнационального общения? Что должно государство в этом отношении делать? Господин Катан говорит, что это юридически никак не обоснованно. Но это указано в секунду. Но нету в таком понятии. То, что у нас дало бреда, я понимаю, что много. Но в международном праве нету такого понятия. Хорошо, откройте язык международного. Есть политическое понятие лингу акфранка, но когда мы говорим о линге акфранка, извините, это к нам неприменимо. Господин Катан, это даже унижение по отношению к... Вы читали Европейскую конвенцию по защите прав национальных несчастностей? Не то, что читал. Я по этому поводу писал очень много работ. Да, и советую вам их тоже читать. Хорошо. Ну, извините, в вашей работе, где вы говорите бред, и вы из конституционного превращаетесь в пролетолога, который кричит только на углах и манипулирует, то, извините, значит, во-первых, вы как юрист, конституционный, я не кричал, вы, наверное, бегаете по углам и кричите. Вы как адвокат и юрист, эксперт конституционного права должны понимать, в Республике Молдова существует закон о функционировании языков. В Республике Молдова, которая подписала Европейскую конвенцию о защите прав нацменьшинств, в Республике Молдова есть закон, который защищает права нацменьшинств 2007 года. В Республике Молдова есть 13-я статья 2-я, которая предусматривает эти моменты. Все прекрасно, но в чем обстоит дискриминация? Это юридическая основа. Дискриминация в том, что ни один государственный орган нет такого понятия в конвенции по правам меньшинств национальных, нет такого понятия язык международного общения. Почему вы обманываете людей? Но нет такого понятия в этой конвенции. Вы читали эту конвенцию, если вы о ней говорите? Вы ее читали, если вы о ней говорите. В Германии, там, где компактно проживают национальные меньшинства, географические названия обязательно написаны на языке тех меньшинств, которые там проживают, причем соблюдая транскрипцию, в отличие от Республики Молдова. Там школы с двойным языком обучения. При этом там только один государственный язык. А я не говорю, что... Подождите, но я не говорю, что... И нет такого понятия межнационального общения в Германии. А теперь я вам приведу... Вы прекрасно говорите, вы просто не имеете связи с тем, что вы... Понимаете? А теперь вы говорите фактами, потому что вы... Это вы говорите фактами, вы просто вводите в заблуждение людей, понимаете? Я привожу конкретные статьи закона, а вы говорите, я не знаю, я не знаю о таких случаях. Так нету, вы говорите о конвенции, но в конвенции нет таких понятий, почему вы врете людям? Вы говорили, что на русском языке, если вы подойдите по просьбу, вам ответят на русском языке государственные органы. И вы не слышали случаев, чтобы отвечали на государственном языке. Вы это сказали только что в программе. И извините. Пусть обращаются, пусть требуют, и не дадут на русском. Они обязаны согласно закону ответить мне на языке о том, на котором я обратился. Ну давайте обратимся все на мозамбикском языке. И тогда будем получать на мозамбикском языке. У нас есть закон. Секунду, секунду, я сейчас скажу. Господин Катана, я просила бы русский язык в данной ситуации не нужно сравнивать с мозамбикским. Нет, когда государственные сравнивают с мозамбикским, то я тоже себе позволяю. Вот в этой студии, в этой студии, в этой, в этой. который здесь родился позволяет так сказал я это слышу повсеместно тогда будете сравнивать в этой студии никто так не говорит поэтому я как человек который здесь родился мои предки когда мы язык унижают а я и позволю себя вот вы так отвечаете тем кто унижает я вам объясню как лежат мы здесь не унижаем хорошо мы не не мазамбикским не каким-то еще язык не называем принципе я хочу вернуться к теме я спрашиваю какие такие права дает статус языка межнационального общения почему либералы считают что его так важно убрать вот мне интересно либералы просто для них как фобия стала убрать русский язык понимаете из всех органов государственной власти и они делают это слепо нарушая юридические нормы и пытаются они с этим борются с 92 года они просто борются с русским языком они хотят уничтожить это это государство до молдавское государство потому что для них нет молдавского языка для них язык румынский и извините те кто здесь родились молдаване и которые говорят что мы говорим на молдавском языке и это молдова и мы те которые не коренные жители до которые приехали наши отцы и бабушки русскоязычные говорим о том что здесь молдова и молдавский язык так нам вот эти вот унионисты пытаются навязать свое мнение и пытаются уничтожить чем отличие между унионистами с вами унионисты по крайней мере знают этот язык которым они хотят давать определение или молдавские то румынские понимаете это наша проблема мы определили пожалуйста вот человек который даже не знает этого языка и говорит мне что он румынский или молдавский я-то не позволить вы сначала вы выучите нормально я могу с вами говорите на молдавском языке а потом уже вмешаетесь в разговоре молдавский это ли румынский понимаете то сделать человек который пришел с магадана мне и указывает какой у меня язык извините я не позволю опять же а так вот для того чтобы вот так титульная нация виде молдаван кричала до или румын до что вы не знаете язык а теперь скажите мне пожалуйста за 26 лет государство что сделало чтобы этот язык обучался и какие условия они дал есть политика государства есть конституции предусмотрено интегрирование у нас интегрирование не происходит на протяжении 26 лет у нас постоянно на этой основе пытаются столкнуть людей лбами и постоянно говорят вы должны вы обязаны почему евро страны европейского союза когда ты туда приезжаешь дают тебе год платят пособия чтоб ты учил язык а вы все ходите говорите вы должны вы обязаны вы бы из-под палки будете это делать почему происходит таким образом вы никогда не очень нет во первых есть то что мы и я понимаю людей которые скажем тот этот период не как бы не прожили но скажем по крайней мере и это касается молодежи особенно я могу сказать что сейчас школах изучается государство я думаю многих в многих преподавателей молдавского языка для русскоязычных детсадов нет нет по двум причин не надо я помнить и ребенок я вожу в садик в русский ходит и в русские и румынские кто угодно конкретные примеры я сейчас задам вопрос от русскоязычных это популярнее объясню чего бояться русскоязычного да вот с потерей статуса чего бояться они боятся что теперь законодательно наши государственные органы будут не обязаны отвечать на русском языке то есть вот теперь вот на любой запрос они будут отвечать только вы не дослушали закончу куда будут отвечать только на государственном языке они боятся что они будут звонить и с ними будут говорить только на государстве у нас есть люди которые к сожалению в силу возраста уже государственный язык не выучат они переживают Потому что был случай, когда депутаты в парламенте не согласились с требованием переводить инструкцию к лекарствам. Это важный вопрос. Это не просто беседа в магазине и все остальное. Опасения есть. Я, к сожалению, вынужден покупать медикаменты. К сожалению, все их покупают. Господин Катан, эти страхи, они обоснованы или нет? Во-первых, я их не чувствую. Все это находится на уровне риторики, на уровне политических дебатов. Кстати, это касается инициативы либералов. Говорить тут коллегам и другие, вместо того, чтобы вести разговор в юридическую плоскость и вести разговор конкретно о каких-то ситуациях с применением закона, и если констатируем, что есть какие-то неправильные вещи, то исправить закон, понимаете? Вот это нужно обсуждать вот таким вот образом. Ну а хорошо, а вот как обсуждать по поводу перевода инструкций? Ссылаться на конвенцию, кого-то обзывать русофобами, ну это не разговор, это риторика. Я вам, как я, на статьи привожу и где есть нарушения. Где вот в конвенции о правах на нас меньшинств есть такая категория? В суде, подождите, я прихожу в суд, давайте о Молдове, давайте о Молдове. Вы ссылаетесь на конвенцию, ну нету в конвенции такого понятия. Давайте о Молдове, я прихожу в суд, подаю исковое заявление на русском языке, у меня его примут? Да. Нет, нет, идемте в Кишиневский любой суд. И мне дадут 7 дней на устроение. Я получал на русском языке. Подождите, нет, откуда? В Кишинево. В Кишинево. Спрашиваю еще раз. Камрад, не трогайте, это ТО. У них совершенно чуть-чуть немножко другое законодательство. Нет, это единое пространство. Где есть отдельная статья в конституции. Нет, и там тоже действуют государственные жители. Хорошо, в Кишиневе. Я в Кишиневе иду с вами в любой суд и подаю исковое заявление на русском языке. И я получу через 20 дней оттуда определение судебной инстанции, чтобы я устранил недостаток в виде перевода на государственный язык. Скажите мне, пожалуйста, это не дискриминация? А почему меня не принимают исковое заявление? Статья есть в Гражданском процессуальном кодексе. Конкретно? Юридическо? Пожалуйста, я в юридической плоскости. Есть процедура, и вы можете... Опять, есть процедура. Вы понимаете, что не соблюдается. В процессуальном порядке. Вы это оспорили. А вот если... Вы говорите, приведите юридический. Юридический конкретный случай. Нет, я вам даю конкретный случай. Потому что я знаю другие конкретные случаи. Понимаете, вы мне преподаете случаи, которые... Которые повсеместно происходят во многих судах. Вы приводите только один комрат. А мы с вами поедем по Кишиневу в любой суд. И в любой суд мы поедем в Кишиневе. Объяснения даются на русском языке. Мы поедем в любой суд. Мы поедем в любой суд. Геденцы и другие. В Аргеев. Там будет только все на государственном языке. Вы одно решение скамрата приносите. А хорошо, тогда вы считаете, что Совет по недискриминации в своей статистике, по своей жалобе... Господин Дмитриевич, у вас сколько дел было в судах? У меня очень много дел было в судах. Вот я, например, имею дело, которое... Вот участвовал другой, кстати, русскоязычный адвокат. В Бельцах, да? И я смотрю дело. И там все его демерсию, то есть все его действия в пользу подзащитного на русском языке. Слава богу, что он принял. Они находятся в деле. Он добился? Он добился. Ну, наверное, никто и не мешал, как это, что значит добился. Вот я смотрю в дело, там тексты на русском языке. И никаких... Я не вижу там никаких определений. Здесь ключевое слово, наверное. Секундочку. Я прошу прощения. Вот смотрите, мы заговорили о Гагаузе. Очень правильно. Как вы полагаете, вот вся эта риторика, которая сейчас есть, сам факт обращения с таким вопросом, вот как это скажется на настроениях Гагаузи? Я уже молчу про Приднестровье. Вот как вы считаете? Я вот один раз... Мы же говорим, что хотим. Я несколько раз говорил, что когда был такой период очень жаркий, да, и он опять был жарким на уровне риторики. Потом как-то все это спало. И мне показалось, что, вы знаете, когда вот политики не участвовали в этих проблемах, проблемы решаются самими собой. Когда вот находится политик, который передергивает эту проблему... А вы сейчас о ком говорите? С любой стороны. В данном случае, вот, я думаю, что это политика... Гагаузов вот интересует, вот, например. Вот вы как считаете? Я думаю, как было, так и будет. Нет, вы полагаете, что гагаузы будут в восторге от этой инициативы? Либо их все-таки несколько даже обидят? Вы знаете, мы должны привыкнуть, что есть политики, которые говорят все, что им угодно. Понимаете? То есть вы предлагаете гагаузам так к этому относиться? Я считаю, что данная инициатива либералов, это чисто политический демарш, связанный с тем, что они находятся в имиджевом кризисе. Не более того. А говорите тут... И я надеюсь, что люди воспримут это так, как уже привыкли за все эти годы. Есть ли у гагаузов и у преднестровцев повод вот так отнестись к этому легко? Либо они вспомнят какие-то неприятные истории, а может они попроще отнесутся с закрытием, например, российских информационных программ. Гагаузе до сих пор с этим не согласны. Господин Мишин. Вы знаете, если эту проблему углубляете дальше, так как ее делают сегодня наши политики, которые находятся в парламентском большинстве, мы придем к тому, что у нас либо будет конфликт на территории Гагаузии, либо вообще Гагаузия примет решение, тем более у них уже референдум прошел, о том, чтобы отсоединиться от Республики Молдова. А по поводу преднестровцев... Это не риторика, извините. Это не риторика. У них прошел референдум официальный, и это было. И это признанный факт. В Молдове его не признали, но тем не менее все знают в итоге. Конституция и есть закон об особом статусе Гагаузии. Нет, есть Конституция Республики Молдова, которая должна исполняться. Давайте сейчас не о референдуме, пожалуйста. Да, и там ничего нет по поводу права на отделение. Я призываю вас вернуться к теме. Это, кстати, о конвенции по правам национальных меньшинств. По поводу Приднестровья, я скажу так. У нас это краугольным камнем лежит, и это основная проблема, из-за которого мы преднестровский вопрос решить не можем. Потому что если мы сегодня приедем в Приднестровье и спросим, хотите ли вы объединиться с Республикой Молдова, первое, что они ответят, вы там хотите говорить на румынском языке, вы уничтожаете русский язык и все, что с этим связано. И вы экономически нам никак не благоприятны, поэтому мы с вами объединяться не хотим. Но при этом они ходят в кишиневские рестораны, покупают себе в кишиневских маркетах и в молдавских морах. Вот это называется риторика, о которой вы говорите. Если не в ясно. Надо им запретить прещать нашу магазин. Не надо запрещать, но опять говорить такой бред, но как это можно? Господин Катан, давайте так. Если вы занимаетесь тем, что не признаете юридические факты, вы не признаете политические факты, я бы приводил с судами сегодня и со всем. Вы говорите, что я не знаю, я не слышу. Но вы ничего не доказали, я вам привел примеры совсем другого толка. Господин Катан, выйдите, пожалуйста, отсюда, откройте Google, зайдите на совет по недискриминации и почитайте официальную статистику, это государственный орган Республики Молдова. На всякий случай. Вы просто для себя посмотрите. И там все написано. Понимаете, все написано. Найдутся такие, как вы, и напишут там разные... Это государственный орган Республики Молдова. Но это не значит, что если есть обращение, понимаете? Еще раз говорю, не адвокатный политолог, а государственный орган Республики Молдова. Кто-то хочет кофе в постель и напишет, что меня... Это статистика государственного органа Республики Молдова. Для вас есть понятие, что такое государственный орган? Господин Мишин, получше, чем у вас. Но у вас есть понятие, что означает одно дело обращение, а другое дело сама суть проблемы. Понимаете? Потому что обращаться можно по любому поводу. У нас сегодня это констатация факта. Какой факт? Что вы констатируете? Из ничего вы делаете факт. Нету тех фактов, о которых вы говорите. Вы просто вретесь. Нет, я не плохо хожу. Вы просто вретесь. Вы берете только румыноязычных клиентов. И поэтому у вас все хорошо. Я вам привел конкретное дело. Господин Катат, а давайте мы пойдем к нацменьшинствам. Нет, у меня есть русскоязычные, никаких проблем. И спросим, какие проблемы. Посмотрите форум, который проходил Этносов. Буквально 21 апреля, месяц назад. Посмотрите, какие проблемы поднимаются в образовании. Извините, вы согласны, что в 10 статье кодекса об образовании написано, что у нас образование происходит на румынском языке? У нас по конституции какой язык государственный? Молдавский. Я знаю, что есть русские школы, которые закрывают. Плюс к этому. Плюс к этому. В этом кодексе. Прекрасно работают дальше. Вы говорите о идеологическом. Закрывают. Просто вот так сказать. Закрывают. Нет такого. Нету такого. Не надо людей вводить в заблудение. Закрывают. Там закрывают. Там все не так. Министерство образования, статистика. Это тоже государственный орган. Можете посмотреть статистику, если вам интересно. Второе. Убрали полностью понятие обучения на языках этносов. Украинских, болгарских, гагаузских, русских. Вообще выкинута из кодекса. Хотя функционирует при этом язык. О функционировании языков закон. Функционирует при этом закон о защите нацмешист. И есть 13 статья, часть 2 Конституции. И несмотря на это. Вот как вы как юрист скажете. Как вы прокомментируете 10 статью закона об образовании. Я прокомментирую по факту. Так это факт. Что русские школы не закрываются. Нет, вы мне конкретно скажите. Румынский язык и молдавский язык? Конкретно. Конституционный суд дал определение. Что это касается вашей конституции? Нет, дал определение. Нет, он обоставил то, что они имеют равноценное значение. На базе? На какой? Это определил Конституционный суд на базе? Я вам не объясню. Потому что я вижу, что вы не воспринимаете не только юридические аргументы. Но даже факт вы перейдете. Вы хотите сказать, что определение Конституционного суда о том, что декларация приравнена к Конституции. Это юридически правильно? Конечно правильно. А как сказать, что если после нормы юридическую, что после того, как принята Конституция, все нормативные акты, которые были приняты до нее, теряют юридическую силу. Это ни о чем не говорит? Где там определение? Вот вы сейчас начинаете, сейчас полетать. Скажите, что я приятный, говорю и так далее. Вы идите к студентам, спросите, они вам скажут это тоже ответ. Это простая предмет теория государства и права. Если вы его изучали. Я вмешаюсь в ваш спор и задам вопрос из юридической немножко плоскости. Наверное, все-таки в плоскость политическую. Скажите, пожалуйста, почему представители правящей партии не комментируют никак вот это обращение либералов? Господин Катана. Вы знаете, ну кто-то что-то сказал. Почему по любому поводу кто-то должен опять высказываться? Вы считаете это не так важно? Понимаете, я думаю, власть должна сказать, что мы ждем решения Конституционного суда. Мы надеемся, что Конституционный суд даст содержательное решение. И при этом все. Зачем лезть в такую передрягу, которую кто-то навязывает? Понимаете, я вместо власти... Нет, это навязанная проблема. Кто-то находится... Какие-то маргинальные люди говорят одно, какие-то маргинальные люди, экстремисты говорят другое. И кто-то... И все должны комментировать. А почему? А вот если нам на телеканал звонят люди и жалуются, что у них действительно есть проблемы, и очень часто звонят на самом деле, проблемы именно вот, что не воспринимают их жалобы... То есть вот если звонят наши телезрители и говорят, что у них есть такая проблема, я должна им сказать, что... Вы знаете, этот вопрос не такой важный. Он не достоин того, чтобы на него обращали внимание наши власть придержащие. Так? Когда человек считает, что ему нарушили права, вот у нас сейчас очень много... Вот господин Мишин не даст соврать, есть много таких юристов, которые, наверное, смогут оказать услугу юридическую или хотя бы консультацию и объяснить, какие права у человека. Потому что я тоже могу привести примеры наоборот. Я знаю, что кто-то нарушает закон. И я признаюсь, всегда нет времени реагировать и писать заявление. Я знаю, что есть. Я знаю, что есть и с другой стороны, понимаете. Другое дело, понимаете, вот отдавать определение вот этим вещам, если есть решение объяснять людям, что нужно обращаться в соответствующие органы. И другое делать из этого, делать вот целую компанию такую ненужную, и при этом навязывать вот эту тему всему обществу. Ну, смотрите как. Вот все-таки дело рассматривается у статуса русского языка. И для многих людей этот язык не просто родной, для них жизненно важно, для того, чтобы он пользовался, ну, по крайней мере, уважением со стороны власти. То есть, если вы так считаете, это ваше право. Нет, просто, понимаете, люди живут в обществе. Конечно. Вы помните дело Каира, понимаете? Да, конечно. Понимаете? Да, я слышу. Люди должны это понимать. Вот если я вызываю такси, это конкретный случай, который со мной. Я сказал буназио, и все. Да. Мне нужно адрес сказал, что я фанчелмарь даже немного. И он не захотел просто трогаться. Он требовал мне, чтобы я ему сказал на русском, понимаете. Вот это нарушение прав. Что я должен сделать? Я знаю, как поступать. Вы как юрист, наверное, должны как-то. Так вы же советуете людям поступать согласно законам. Я хочу о другом сейчас сказать, о политической реакции. Вот эти частные вещи не надо переводить. Это не частные вещи. Я объясню вам, что здесь частная позиция нашей власти. Вот почему. Потому что, если помните, было знаменитое дело Каира. Это еще было примерно где-то 2000 год. И вот как раз... Вот я участвовал. Вот вы участвовали. Вот вы помните, какой шум тогда подняли? Вы помните, как высказались лидеры всех парламентских фракций. Высказался руководитель парламента, господин Дьяков, по-моему, тогда. Людмила, ну знаете, что требовала Каира тогда? То есть политики... Я знаю. Но я говорю, что языковой... Вот скажите, что требовала Каира, пожалуйста. Языковой вопрос в Республике Молдова был важен всегда. И я за то, чтобы каждый политик имел по языковому вопросу свою позицию. А, кстати, еще реплика для коллег, есть рекомендации ОБСЕ, где четко обозначен. Вот в таких ситуациях иметь в виду принцип пропорциональности, да? Я пусть как угодно власти объясняю, пусть хоть что-то скажут. Мила, а вы знаете, что требовала Каира? Да, знаю. Что-то? Они как раз возмущались по поводу того, что мало используется... Нет, не по этому поводу. Вы же не дослушали, что мало используют. Потому что начало ответа неправильно. Господин Катанов, вы задали вопрос, послушайте ответ. Нет, дело касалось того, почему на наших радиостанциях и телеканалах по квоте не используют необходимое количество молдавского языка. Да, да, вот так было дело. Каира требовала пропорцию, да? Нет, Каира требовала исполнение закона. Да, ну я... Был же закон. Но суть в этом. Понимаете, закон писал не Каира, понимаете? Господин Катанов, в этом суть? В этом, спасибо. Господин Мишин, пожалуйста. И я пришел, кстати, пришла власть во главе с господином Воронином, которая тоже говорила в таком ключе, о котором я слушаю здесь. И потом, что они сделали? Сделали пропорции не 65%, а 80%. Господин Катанов, вы спросили, в чем суть Каира, я ответила, в чем суть Каира, я ответила. Нет, Каира требовала исполнение закона, не более того. И, правильно, и речь шла о соблюдении квот, сколько должно быть на государственном языке, сколько на русском. Так, можно ставить акцент именно на том, что требовали исполнение закона, не более того. Господин Катанов, вот вы сейчас просто придираетесь, потому что на ваш вопрос был получен исчерпывающий ответ, но вы не соглашаетесь, что языковой вопрос важный. Господин Мишин, почему это важно? Вы знаете, это важно по одной простой причине. Во-первых, потому что все-таки хотим и не хотим на территории Республики Молдова 32% проживают этнических меньшинств. Опять неправильно. Ну, опять, вы говорите опять неправильно, приведите мне другую цифру. Если у вас, откуда у вас эта цифра? Последняя цифра, вот 19%. Если вы возьмете, секунду, секунду, если вы говорите о последней переписи населения, которая была с погрешностями, Леонида Ильича Брежнева, господин Катанов, берите новую статистику, где указано четко. Если мы так возьмем, то Молдаван здесь живет не 3-2 миллиона, то, что делаются к выборам, а 2. И если от них брать, сколько живет национальных меньшинств, вы посчитайте сами с конкулятором, если вы им не можете. Не нужно, если уходят молдаване, не только молдаване мигрируют, а мигрируют, кстати, и русские. Больше, господин Катанов, я сказал, этнических меньшинств, а не русских людей. Этнические меньшинства на своем... Да, 19%. Русских, кстати, поменьше, чем украинцев, между прочим. Ясно, и это всегда было еще в советских времен. А румыны, вы посчитали? А почему вы считаете, что молдаване уехали, а те другие остались? А вы посчитаете 280 тысяч украинцев, плюс 220 тысяч русских, плюс 117 тысяч. Вы знаете, я знаю, это спор беспредметен. Вы опровергаете количество молдаванов, но при этом в свою очередь вы... Я вам конкретно... Я тоже могу сказать, что не 280, а 200 только тысяч. Я прошу прощения, но вы оба... Бюро статистики. Так, я вам нужно брать целиком, не то, что вам выгодно только. Я еще раз беру, в бюро статистики. У нас остается 3 минуты, я только хочу уточнить один вопрос. Господин Катар, вы говорили, что неправильно, когда прорусский язык неправильно. Вы когда до сих пор говорили, я вам мешал? Так вот будьте любезны. Будьте любезны, дайте мне сказать то, что я хочу сказать. Вы находитесь... Не надо брать, вот просто не надо брать. Если вы хотите, чтобы я вам рассказал черепа. Еще раз повторяю. Выйдите, пожалуйста, из вашего кабинета, отойдите от вашего компьютера. Не надо врать. Или, по крайней мере, на компьютере возьмите официальную статистику. Когда вот цифры берете, вот национальная статистика касательно молдаван, вас не интересует и говорит, что неправильно. А вот касательно меньшинств, правильно, понимаете? Такие, как вы, и будоражат наше общество. Это вы сейчас ходите и бегаете по улицам. Потому что вы подаете в консольные суды по отмене. Я не подавал, понимаете? Я не подавал суд. Вы их сторонник. Вы их сторонник. Вы две стороны экстремистов, понимаете? Значит, господин Кота, еще раз говорю. Экстремисты взялись и спорите. Господин Кота, еще раз вас прошу. Вы говорили, я вас не перебивал. Поэтому, пожалуйста, во вранье сидите сами и послушайте другую точку зрения. Нет, вранье это не моя точка зрения. Еще раз говорю, во вранье сидите сами и в демагогии, которую вы тут происходит. Вранье, вранье это не другая точка зрения. У вас демагогия. Когда вы национальная статистика интерпретируете так, как вы хотите. Вы политолог великий. Вы демагогии, вы врете, понимаете? Вы занимаетесь демагогией. Я выведена, наше время, к сожалению, вышло. Я прошу прощения. Я факты говорю в цифрах, а вы ни в чем. Вы факты врете. Давайте мы простимся с нашими телезрителями. Еще раз говорю, приведите мне факты, вы не можете. Когда вам выберута, то неправильная статистика, а когда вы говорите это правильно. Я говорю в цифрах, а вы говорите в демагогии. Вы врете. Спасибо. Вы врете. И все. Вы врете. Господин Кота, спасибо. Вы знаете, наша дискуссия, я прошу прощения. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Дискуссия сегодняшняя показала одну. Языковой вопрос всегда был болезненным. И я подозреваю, господин Кота, господин Кота, дайте, пожалуйста, проститься с телезрителями, господин Кота, дайте, пожалуйста, проститься с телезрителями. Спасибо. Выключите микрофон, господин Катана. Дайте мне проситься. Языковой вопрос, на самом деле, всегда был больным. И мне кажется, что эта дискуссия показала, что как никогда, что он требует своего решения, но аккуратного, безусловно, для того, чтобы были довольны все стороны. Удастся ли такое сделать? Я не знаю, наверное, время покажет. Но наших телезрителей я призвала бы быть внимательнее. И если такие проблемы возникают, то необходимо, наверное, обращаться к тому законодательству, которое еще, к счастью, функционирует на этот день. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.